Врач-фитотерапевт и диетолог Борис Качко Здравствуйте! Я врач-фитотерапевт-диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. А также сотен видео в интернете. Более тысячи статей в различных газетах, журналах, в том же интернете. Сегодня решил написать новое видео. Все будет хорошо! Если вы знаете как быстро избавиться от похмелья и не умереть. А также как предупредить похмелье. Это более важно! Ведь каждый отдельно взятый праздник. А тем более когда одно праздничное застолье сменяется новым. Всегда возникает опасность в плане неумеренного употребления алкоголя. И следующий за праздником день. Если вы не знаете как предупредить похмелье. Оно часто и возникает. Вот как предупредить. А в случае возникновения быстро избавиться от похмелья безопасными средствами. И не попасть в хронический алкоголизм. Есть несколько эффективных способов. А также в интернете есть и очень опасные способы борьбы с похмельем. Которые многие используют на себе. И теряют не только здоровье. Часть теряет и жизнь. Поэтому просмотрев это видео до конца. Вы узнаете. Что делать накануне. Чтобы предупредить похмелье завтра. Какие самые опасные способы опохмелиться есть. Ну и как лучше убрать похмелье. Если предупредить похмелье вам все-таки не удалось. Что же делать накануне. Чтобы предупредить похмелье на завтра. Ну самый эффективный способ. Самый надежный способ предупредить похмелье. Это алкоголь не употреблять вовсе. Тогда и ваша печень. Во всяком случае от этой причины. Не будет работать плохо. А печень это метаболический мозг вашего организма. От которого зависят практически все процессы которые в нем происходят. Правильно или неправильно. Это все определяет работа вашей печени. Но этим способом не употреблять алкоголь пользуются далеко не все. Большинство пытается все-таки проверить свой организм и свою печень. Различными дозами и видами алкогольных напитков. Причем та доза которая ранее вызывала у вас похмелье. При правильном употреблении алкоголя его уже не вызовет. Вот самый надежный способ попасть в похмелье. Это пить алкоголь на голодный желудок. Видео как правильно подготовиться к застолью на моем канале есть. Вы можете его просмотреть. Если подпишитесь на канал вам это будет сделать проще. Однако если вы правильно закусили после этого риск снижается. Вместе с тем если между первой, второй, третьей и остальными порциями алкогольных напитков нет времени на закуску. Либо закуска была слишком скромной. Это вторая основная ошибка. Благодаря которой вы можете попасть в похмелье. Еще одна ошибка. Запивать алкоголь, а не закусывать. Либо разводить высокоградусные напитки. Низкоградусные. Есть такое выражение. Многие его знают. Водка без пива. Деньги на ветер. Это классика. Однако вернее деньги не на ветер. А на нарколога. Либо на пересадку печени. Представляете уровень расплаты за такое сомнительное удовольствие. Исправить эти ошибки, закусывая позже, очень сложно. И в таком случае избежать похмелья утром практически невозможно. Но у некоторых есть еще один бонус. Об этом вы узнаете прямо сейчас. Разве что у вас есть еще один бесплатный бонус. Подаренный вашими родителями. Это много генов от скандинавов. Тогда похмелье вам вряд ли угрожает. Просто активность фермента алкоголь-дегидрогеназа. Превращающего спирт в токсичный альдегид. Вызывающий то самое похмелье. В этом случае не самая высокая. И даже значительное употребление алкогольных напитков. Сопровождается лишь опьянением. А не похмелью. Потому как высокая активность второго фермента. Ацет-альдегид-дегидрогеназы. Продолжает извлечение энергии спирта. Быстро превращая токсичный ацет-альдегид в уксусную кислоту. И у вас в крови либо спирт, либо уксус. Либо и то и другое вместе. Посмотрите мое видео «Как правильно выбрать шампанское». Там много интересного узнаете. А в этом случае в крови крайне мало токсичного ацет-альдегида. И похмелье вам утром реально не угрожает. А вот если у вас относительно много генов из Юго-Восточной Азии. То активность первого фермента чрезмерна. Как и темп образования токсичного ацет-альдегида. С которым не справится второй фермент. И накопление в крови токсичного ацет-альдегида. Даст жестокое отравление даже от малых доз алкогольных напитков. А некоторым может стать плохо даже от обычного натурального кваса или простокваши. Где тоже есть алкоголь. Это естественный компонент этих продуктов и напитков. Который даже в малых дозах может вызвать неприятие и исключение этих продуктов питания из рациона. Это также важно знать. И таким простым способом можно легко проверить где ваши гены в большей степени зарождались. То ли на севере Скандинавии. То ли где-то южнее в Юго-Восточной Азии. Хотел бы еще раз заострить ваше внимание на том. Что похмелье возникает когда чрезмерно высок темп всасывания алкоголя в кровь. То есть когда используются низкоградусные алкогольные напитки с градусом до 10 градусов. Неважно это исходный продукт. Это пиво либо вино. Либо это разведенный концентрированный алкоголь. Смесь водки коньяка с вином. С соками. С компотами. Это опасная ситуация. Так же если первый фермент алкоголь дегидродиназа явно сильнее второго. Тогда токсичный алкоголь дегид образуется в значительных количествах. А он реально токсичен. Однако этим процессом можно активно управлять. Но если все же похмелье состоялось. От способа борьбы с похмельем зависит не только ваше здоровье. Да плохо нужно устранять проблему. Но и ваша жизнь. Потому как далеко не все способы одинаково эффективны. В плане и только снять похмелье. Но и сохранить вашу жизнь. Но об этом далее. Прямо сейчас. Какие же на мой взгляд самые опасные способы борьбы с похмельем? Ну самый внешне простой. Исполнимый. Но очень коварный совет. Немного выпить алкоголя. Действительно. На некоторое время похмелье как рукой снимают. Просто алкоголь усиливает работу печени. И токсичный ацертальдегид сразу резко уменьшается в количестве. Многие это знают. Пробовали. Действительно работает. Однако ненадолго. Это тоже те кто пробовал знают. Потому как новые порции токсичного ацертальдегида образуются из вновь поступившего алкоголя. И похмелье вскоре возвращается. Если следует повторное употребление алкоголя. Это самый короткий путь в запой и хронический алкоголизм. Про печень я уже молчу. Там она летит легко и просто. И очень тяжело восстанавливается. Алкогольный стеатогепатит жесткое заболевание. Особенно в условиях низкой экологии. Плохой экологии. Когда есть другие раздражители печени. И неважно, кроме алкоголя это будут продукты питания. Либо медикаменты. Любой вид стеатогепатита. При сочетанном воздействии на печень. Протекает более злокачественно. Это самый короткий путь в цирроз печени. Также часто советуют выпить чай либо кофе. Действительно. Эти напитки повышают тонус нервной системы. И общее самочувствие улучшается. Однако синдром похмелья. Сопровождается еще и элементами отека мозга. О чем говорят? Красные глаза. Головная боль. Плохое настроение. Повышенное артериальное давление. Увеличение частоты сокращения сердца. А кофеин. Неважно он из чая либо из кофе. Усиливая работу сердца. И улучшая мозговое кровообращение. В такой же мере усиливает вероятность инсульта. Что в большей мере относится к тем кому за 50. Причем если риск от кофе. Как и облегчение похмелья. Сохраняется примерно на час. То риск от употребления чая повышается на несколько часов. И применение любой физической нагрузки. На фоне такого видимости облегчения. Это очень легко сорвать сердце. Это очень опасно для вашей здоровья. И вашей жизни. Можете просмотреть на моем канале. Другие видео про чай и кофе. Там достаточно много полезной информации. А дальше вы узнаете. Это не единственный способ. Нарушить работу вашего организма. В попытке побороться с похмельем неправильно. Смотрите. Не переключайтесь. А у относительно молодых мужчин. Начиная с возраста 30-35 лет. Резко возрастает и риск инфаркта. Особенно. Если принимается чай с лимончиком. Именно такой чай чаще рекомендуют использовать в борьбе с похмельем. Но. Чай улучшает вашу самооценку. Ваше самочувствие. И в неизмеримо большей мере. Увеличивает кардиологический риск. Ведь вы заставляете. Жестко заставляете свое сердце. Перекачивать густую кровь. Которую в этом случае. Присутствует в вашем организме. Выдержит сердце или не выдержит. Опыты идут. Но я бы так. Экспериментировать и рисковать своим здоровьем. Не советовал. Некоторые для борьбы с похмельем. Попытки очистить свой организм. Идут в баню. Но лучше если это будет все таки. Турецкий хамам. Хуже если русская баня. Еще хуже. Вот не советовал бы заниматься этим в финской сауне. Просто чем выше температура в парной. Тем выше риск. Не только для вашего здоровья. Но и для жизни. Разными способами достигается усиление потения. В каждом случае. Если это турецкий хамам. Сто процентная влажность. Не дает испаряться поту. И он просто стекает. А вот если используется русская баня. Либо финская сауна. Они все таки в большей мере. Создают дозированное перегревание вашего организма. В ответ на которое. Здоровый организм. Делаю на этом акцент. Достаточно быстро отвечает усилением потения. И запускается процесс очищения организма через кожу. Однако чтобы очищение крови. И организма в целом. Происходило легко. И без осложнений. Должен быть избыток воды. Избыток свободной воды. А похмелье я напомню. Связано как раз с обезвоживанием вашего организма. Откуда вашему организму. Взять воду для активной борьбы с перегреванием. Ведь только в случае ее наличия. Вода пойдет через потовые железы. Если воды мало. Мы вынуждены дольше сидеть в парной. Дольше перегревать свой организм. И возникают совершенно иные условия. Совершенно иные риски. Потому как в этом случае. Резко увеличивается вязкость крови. Это дополнительный фактор. В случае если человек здоровый. просто зашел в парную почиститься. Без проблем. Исходно низкая вязкость крови увеличилась. Нагрузка на сердце пошла больше. А вот при похмелье вязкость крови исходно очень высокая. А при тепловых процедурах она в еще большей мере будет увеличиваться. И связующее звено кровь еще хуже переносит жидкости по вашему организму. А ей нужно взять жидкость из санитой ткани. и вынести ее кожным покровом. Там где будет идти потение. Густая кровь не может активно участвовать в этом процессе. И появляются все те же риски. Что это употребление чая либо кофе. Если посмотрите на моем канале видео про баню и сауну. Там нет алкоголя ни в подготовке к процедурам. Ни во время проведения этих тепловых процедур. А совершенно иные условия прописаны правильного проведения этих процедур для вашего здоровья. Физическая нагрузка. Она также дает облегчение. Но! Для этого нужна очень сильная мотивация. Благодаря которой вы заставите себя совершать движение. И ни в коем случае не беговая дорожка. Либо тренажерный зал. Физическая нагрузка в закрытом помещении. Тем более со значительными напряжениями. Противопоказано. А дышка в спортзале. И потение. Это дополнительное обезвоживание вашего организма. И все риски связанные с употреблением чая либо кофе. Вновь появляются. Максимум выйти на балкон и подышать свежим воздухом. Либо просто проветрить помещение. Дополнительные порции кислорода помогут вашему организму быстрее и лучше метаболизировать алкоголь. И продукты его превращения в вашем организме. И вывести вас из похмелья. А более жесткие нагрузки. Особенно после того как вы употребили чай и кофе. Который вас смотивировали. Да уже вроде как хорошо. Уже боец можно делать. Ни в коем случае проводить не стоит. Потому как очень большой риск. Опять таки напомню. Не только для здоровья. Но и для жизни. Это важно знать. А вот как лучше опохмелиться. Если предупредить похмелье вам не удалось. Прямо сейчас. Как же лучше опохмелиться. Если предупредить похмелье вам не удалось. Один из самых простых способов борьбы с похмельем. Мясной либо рыбный бульон. Или растопленный холодец. Жидкая его часть разумеется. Обязательно в горячем. Умеренно горячем виде. И достаточно по вкусу подсоленным. Это мягко активирует пищеварение. И работу вашей печени по очищению крови. Но. Их нужно правильно приготовить. Чтобы не добавить вашей печени работы. Обезвреживая антибиотики. И другие химические вещества. Часто находящиеся в бульонах. Ну как правильно приготовить бульон. На моем канале такое видео есть. Про холодец. Можете открыть. Посмотреть. Можно сделать и овощной отвар. Например. Просто сварить картофель с мелко нарезанным луком. Варить нужно до тех пор. Пока лук полностью не разварится в отваре. И пить подсоленный отвар. В умеренно горячем виде. Это мягко активирует работу и вашей печени. И почек. И кишечника. И помогает быстрее вернуться из похмелья. В нормальной жизни. Еще один способ. Домашнее соление. Первично. Благодаря некоторому избытку поваренной соли. Идет активное выделение пищеварительных секретов в просвет кишечника. И очищение крови запускается. Одновременно активируется и пищеварительная система. Что также очень важно. Часть токсинов может остаться в кишечнике. Но если вы используете не только рассол. Но и соленые огурчики. Впоследствии поваренная соль попадает и в кровь. И несколько увеличивая ее объем. Снижает вязкость крови. Что также очень важно. Потому как кровь вновь приобретает способность удалять токсины от клеток. Потому как она стала менее густой. Более жидкой. И самоочищение вашего организма пошло. Кстати так борются и не только с похмельем. Во время беременности это тоже способ подчистить организм. Мамы очистить кровь. Убрать явление токсикоза беременности. Во всяком случае первой его половины. Когда выделительная система мамы не способна полноценно очищать кровь не только от своих токсинов. Вновь от токсинов растущего плода. Который выделяет их непосредственно ей в кровь. Но это совершенно другая тема. Использование натуральных кисломолочных продуктов. Подчеркиваю натуральных. Неоднозначно. С одной стороны это легкая в переварении пища. С другой стороны присутствует и небольшое количество алкоголя. Но большинство кефир, простокваша, йогурт приносит облегчение без риска попасть в запой. И это можно использовать. Также неоднозначно использование сочных фруктов либо ягод. С одной стороны они обладают сакогонными свойствами. Содержат антиоксиданты. Дают очищение крови. А с другой стороны в меньшей мере снижают вязкость крови. Однако если вам они помогают. Это безопасный способ борьбы с похмельем. Можно использовать и узвары сухофруктов. Он также помогает в борьбе с похмельем. Но еще лучше если использовать либо запеченные яблоки. Либо компот из полностью разваренных до однородной массы яблок. Ну предварительно очищенных от сердцевины. Клетчатка в этом случае выполняет роль активного сорбента. Ну а собственно компот помогает бороться и с обезвоживанием вашего организма. Только не выбирайте сладкие яблоки. Ваш выбор яблоки кислого либо кисло-сладкого вкуса. Либо яблоки дичка. Это идеальный вариант для борьбы с похмельем. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы будете думать ставить вам лайк на это видео. Или отправить его своим друзьям, знакомым. Кто с вами сидел за одним столом. И мог по разному отнестись к алкогольным напиткам за ним. Я это видео буду заканчивать. И подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Не забудьте на него подписаться. Если вы еще не подписчик. До новых встреч. Надеюсь без похмелья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.